В целом. Второй вопрос. Что такое воображение? Что такое воображение? Это ко мне, видимо, вопрос. Я, типа, ощутил кандидатскую по этой теме практически. Терминов, посвященных, которые описывают воображение, ну, крайне много, как и вообще терминов, которые описывают практически любую человеческую способность. Как ни странно, такой дискурс воображения начинается с Юма. Юма один из первых позитивно оценивает способности воображения. И потом это, видимо, переходит в философию Канта. И Канта начинает разбирать, в общем-то, воображение, как способность созерцать предмет, вот предмет, например, при его отсутствии. Представьте, что я держу у себя в руке вот ту же самую штучку, которую я до этого держал. Воображение по Канту. При этом в первой критике чистого разума Канта разбирает воображение, ну, вот, как корень всех, в общем-то, других способностей, например, чувственности и разума рассудка. Правда, вот, впоследствии во второй критике чистого разума все становится несколько сложнее, потому что практически все, многие-многие абзацы, которые посвящены воображению, были вырезаны, как ни странно. Хотя некоторые все-таки отметочки, которые нам позволяют, в общем-то, соединить первое издание и второе, они остаются. То есть, там иногда проглядывают вот это воображение, которое вдруг оказывается почему-то важным во втором издании, но о нем очень мало написано, как ни странно. Потом непонятно, что это. Некоторые связывают мышление и воображение. Пиблер так, например, делает, не знаю, мышление и комбинаторику, ой, воображение и комбинаторику можно связать, способность комбинировать образы. То есть, определений воображения невероятно много, непонятно, что это такое и как связано с другими способностями. Ну, например, когда мы что-то вспоминать пытаемся, друзья, подумайте. Мы вспоминаем какое-то событие, мы его реконструируем как любую воображаемую вещь, которым вот мы созерцали эту вещь, я ее убрал, что я ее делаю? Я вспоминаю, что она там была приблизительно. Как связано воображение и воспоминание, как можно разделить воображение и воспоминание, то есть непонятно. Может быть, это все связанный пучок способностей, которые обозначают одно и то же. Может быть, это разные способности, которые взаимодействуют. То есть здесь тоже много непонятных вещей остается. Я после исследования воображения пришел к тому, что, в принципе, философы не особо понимают, знают, что такое воображение. Я даже давал какое-то большое скомбинированное такое вот определение всего того, чем являлось воображение в истории философии. Там просто вот вообще разные комплексы. Главное, что воображение относится к образу. Единственный критерий воображения – это образ. То есть наличие некого, не знаю, следа, фантома в нашем внутреннем мире, не знаю, как это нейтральнее всего выразить. Ну вот что-то вот такое. Трудно определять воображение. И трудно с ним по этому же работать. Хайдеггер, следуя за Кантом, кстати, также определял воображение и утверждал, что оно абсолютно спонтанно философию. То есть в тексте «Канты. Проблема метафизики», где он пытается как раз воссоздать учение Канта из его первого издания «Критика чистого разума». Там вот начинается самое веселое. Хайдеггер, конечно, додумывает, он еще к Дозейн это привязывает. И отчасти к его теории понимания это тоже подходит определенными дорожками. Ах, ну, в итоге получается, что это спонтанная способность. Вообще термин спонтанности для Хайдеггера, в принципе, свойственен. Но и тут воображение оказывается спонтанным, то есть автономным, самодействующим и независимым от эмпирического опыта, кстати. Именно вот эмпирический опыт по Хайдеггеру зависит от воображения. Вот опять же, восходя вот к той самой «Критике чистого разума» первое издание. Ну, наверное, как-то так можно ответить. Башляр воспринимал воображение, кстати, со стихийной точки зрения. Он воображал это стихиями, как бы, в принципе. То есть есть некоторые типы воображения, которые мы можем воспринимать как стихии. То есть огонь, вода, земля, воздух. И просто вот он описывает, какие образы возникают у людей с высшим, там, не знаю, с воображением огня. То, что там они к любви тяготеют, именно образы любви, горения, передачи, очищения через полное сжигание, возрождение феникса. То есть витаминируют определенные образы в их сознании, в их поэзии. Башляр разбирает поэтов, прежде всего. И экофилософ. Ницше, например. Ницше философ воздуха. И писатель воздуха, и поэт воздуха, получается. Потому что он любит рыбачить на горних высях. У него там много различных вот этих вот образов, связанных с воздухом, в общем. Человек, который был против тяжести. Против тяжести. То есть бросить все тяжелое в море. И как бы взлететь, не знаю, таранить небесный купол, пытаться через него пробиться и так далее, так далее, так далее. Есть, кстати, Эдгар Аллан По. И он, получается, поэт и писатель воды. Потому что он тяжелый, мрачный. Ну, то есть он такой отяжеляющий персонаж. Меланхоличный даже, получается. Ну, вот такая теория воображений. Что все связано со стихиями. И стихии обычно у человека одна, иногда две, по три быть не может по Башляру. Ну вот. С этим, кстати, я работал в диссертации, в том числе. Разбирая концепции Башляра, Хайдегера, Канта. Так, хорошо. Так.